Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. С вами Ольга Алексеева. 3 миллиона рублей по минимальной ставке. В следующем году в Чувашии стартует сельская ипотека. Выдавать кредиты по 3% годовых согласны уже два крупнейших банка республики. Какие возможности откроются перед жителями республики, расскажет Ирина Письменская, директор Чувашского регионального филиала Россельхозбанк. Ирина Николаевна, здравствуйте! Добрый день! Действительно, с 1 января 2020 года стартует программа сельской ипотека. И хотя она внедряется с 1 января, но уже сегодня Россельхозбанк ведет подготовительную работу к тому, чтобы с 1 января начать уже выдачу конкретных кредитов. На кого распространяется данная программа? Конечно, прежде всего на жителей села, для тех, кто живет и работает на селе. Но в этой программе есть и новшества. Льготные кредиты в сельскую ипотеку могут получить и жители города, которые хотят построить или приобрести дом именно в сельской местности. Конечно, это большое новшество. Кредит будет выдаваться по ставке не выше 3% годовых. То есть 3% это та ставка, которую определило федеральное правительство. Если ставка будет субсидироваться, возможно субсидирование из республиканского бюджета или из бюджета местных властей. Муниципальных властей. Это каждому дано право такое. Пока мы говорим о 3% годовых. Но эта ставка мы считаем очень льготной. Учитывая, что сегодня ипотечные кредиты в республике в среднем выдаются по 9-10% годовых. 3% это, конечно, очень льготная ставка. Кто может получить ее, как я уже сказала. Но прежде всего возраст тех, кто может получить, это начиная с 21 года до 65. Очень важно сказать, что срок кредита 25 лет. Это большой срок. Есть еще одно новшество в этой программе. Она тоже очень интересная для получателя этого кредита. Как правило, по ныне действующим ипотечным программам взнос непосредственно получателя кредита собственной деньги – это 20%. По данной программе сельская ипотека достаточно внести 10%. И сегодня правительство рассматривает вопрос, что эти 10% можно внести и за счет материнского капитала. Это тоже новшество. Еще ни в одной программе, кроме многодетных детей, этого не было. Поэтому мы рассчитываем, что пользователей, желающих получить такой кредит, будет много. Наша республика, в принципе, готова к этим кредитам. Почему? Потому что мы вместе с селянами уже прошли большой путь в получении льготных кредитов личного подсобного хозяйства. В рамках этой госпрограммы предыдущей мы выдали нашим селянам 55 тысяч кредитов. Около 13 миллиардов рублей. Поэтому сегодня селянам знают, что такое льготная программа, знают, что такое целевое использование кредита. Ведь эти деньги полученные, мы уже сами сказали, что сумма 3 миллиона, не более, она должна быть использована строго по целевому назначению. То есть либо на строительство дома, либо на его приобретение. То есть за это надо отчитаться, на другие цели его использовать нельзя. Селяны к этому готовят. И ЛПХ тоже были льготные кредиты. Поэтому они прошли этот урок финансовой грамотности. Но у нас есть и другое. Сегодня ведь в республике, и мы прежде всего рассчитываем, что мы будем, сейчас мы уже точно уточняем, в каких районах готовы площадки для комплексной застройки сельских территорий. Есть такие в отдельных районах территории, где уже подведены коммуникации. То есть это участки, которые расположены в сельской местности, но к ним уже подведены вода, свет, дороги. Готовы к строительству. Готовы к строительству. То есть прежде всего нам хотелось, чтобы этот ипотечный кредит люди брали для того, чтобы эти участки освоить. Там дома будут дешевле, ведь коммуникации уже построены. Михаил Васильевич также говорил в своем последнем выступлении о том, что есть еще много территорий. В предыдущие годы правительство республики приняло решение о переводе сельхозземелья под земли застройки. Такие земли тоже есть во многих районах, но к ним пока не подведены коммуникации. Но если будут много желающих именно на этих землях строить свои дома, наверное, и районные власти республиканские будут рассматривать вопросы помощи, подвода коммуникации к этим территориям. Но это не значит, что жители республики не могут просто в любой действующей деревне построить дом или, так сказать, купить уже какое-то жилье. Это тоже возможно. Но прежде всего, это и есть программа комплексной застройки, большая программа российская. И, конечно, нам тоже хотелось, чтобы в селах, благодаря нашему кредиту, появились целые новые улицы, новые, куда поедет молодежь работать и жить на селе. Поэтому мы готовы сегодня уже, мы сейчас поедем по районам, будем встречаться с главами поселений, непосредственно с жителями, объяснять им эту программу. Мы надеемся, что она найдет отклик, так сказать, у наших селян и будет востребована. Ирина Николаевна, есть ли ограничения какие-то в получении сельской ипотеки? Нет, особых ограничений нет. Одно из них, мы уже сказали, возраст не более 65 лет по завершении срока кредита. То есть, если сегодня человеку 50 лет, вы понимаете, ему мы не дадим на 25, мы ему дадим на 15. А так, видите, появилось даже, наоборот, новшество расширилось, что и сель, и городские жители также могут получить. Поэтому таких ограничений нет. Хорошо. Какой пакет документов необходимо собрать, желающим уже в 2020 году взять сельскую ипотеку? Да, значит, здесь перечень документов по сельской ипотеке, он в основном стандартный, тоже как по обычной ипотечной программе. Но есть особенности. Прежде всего, конечно, это кредит. Мы должны помнить, что все-таки это кредит, что он целевой, что его надо использовать по цели. И второе, очень важно, и нам для республики, это очень хороший плюс, что по-прежнему при выдаче ипотечных кредитов мы будем учитывать не только ту зарплату, которую нам приносят справки, но и доходы от введения личного подсобного хозяйства. Если они знают, как это делать, понятно, что надо брать справку сельского поселения, где будет поголовье написано и так далее, мы будем считать доходы. Но это очень важно, потому что сегодня много жителей в республике живут именно в сельской местности, живут за счет доходов от введения личного подсобного хозяйства. Поэтому этот документ уже надо готовить, как по обычной ипотеке. И сегодня наш уже, на каждом районе, хочу напомнить, у Россельхозбанка есть свой дополнительный офис. Завтра я проведу совещание с дополнительным офисом по этому вопросу. Они уже будут консультировать и будут собирать пакеты документов для того, чтобы в январе стартовать по-настоящему, уже с выдачи кредитов. Когда же можно писать заявление? Вот уже 1 января не работаете. Когда можно уже писать заявление, подходить в офис? Подходить можно уже сегодня. Вы понимаете, что начало года, это там все после праздников. Лучше писать сегодня, наши будут готовить. Все равно сбор документов уходит в какой-то определенный период. И лучше, если весь пакет документов будет готов, а в январе мы уже начнем выдачи этих кредитов. Поэтому, пожалуйста, мы ждем сегодня в любом из наших 24 дополнительных офисов, которые есть у нас на территории республики. А если какие-то вопросы, то, пожалуйста, мы сидим на президентском бульваре. Мы ждем, у нас целый отдел есть по ипотечным. И мы всегда готовы проконсультировать по любому вопросу. То есть вы готовы к ипотечному буму, можно так сказать? Мы готовы, да. И надеемся, что действительно, я еще раз хочу повторить эту сумму. По личному подворю мы выдали только наш банк более 13 миллиардов рублей 55 тысячам. Но учитывая, что здесь будут еще горожане, мы надеемся, что по ипотечной программе наших заемщиков будет не меньше. Что вы можете сказать нашим телезрителям, жителям Чуваши, кто боится всю жизнь, хочет построить дом, но не решался. И вот сейчас появилась такая уникальная возможность. Что можете посоветовать? Ну, я, конечно, прежде всего, еще раз хочу повторить, что в республике созданы, так сказать, все условия для того, чтобы проживать. Есть дороги к каждому селу, есть вода, есть свет, есть газ. Это не в каждом регионе это есть. Поэтому, прежде всего, конечно, я не хочу обидеть там пожилых людей, но, прежде всего, молодежи, которые сегодня учатся в нашей, прежде всего, сельхозакадемии. Есть условия для хорошего, комфортного проживания на селе. И государство дает такой шанс. Действительно, супер льготные кредиты, очень большой срок этих кредитов. Я предлагаю получать эти кредиты. Это хороший продукт. Надо уметь пользоваться теми продуктами, которые государство предоставляет для того, чтобы поддержать ту или иную категорию. Сегодня государство поддерживает селян. Она дает им шанс для комфортного проживания. И я хочу, чтобы наши селяне воспользовались этим шансом. Спасибо за беседу, Ирина Николаевна. Приходите к нам еще. Я напоминаю, вы смотрели программу «По существу». Наш гость Ирина Письменская, директор Чувашского регионального филиала «Росельхозбанк». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok